Провязали детали, сшила верхний шов просто внутри косичкой, можно было оставить открытые петли и сшить горизонтальным тракотажным швом, но это зависит уже от ваших пожеланий и знаний техники соединения. Я сшила обычной косичкой. Резинка, видите, она немножко подтягивает заднюю часть, получается не так широко в районе шеи. Теперь нам остается обработать планку по лицу. Берем метровую ленту и измеряем фактическую длину. У меня получается где-то 26 сантиметров, если пройти по закруглению, 26. Но для того, чтобы делать немножко потуже, сделаем 25. Итак, 25 сантиметров планки, это и есть ширина нашего изделия. Можно даже не пересчитывать. То есть расчет есть. Вначале я хотела сделать 2 сантиметра планку, но посмотрев, я надела шапочку на свою модель, посмотрела, что я буду делать 3 сантиметра планки. У меня это 13 рядов. В 128 петель провязать 13 рядов планки с одной стороны. Всего планка 26. На машине расчетное количество игл. И теперь аккуратненько распределяем окружность головы по этим иглам. Края, серединки. Смотрите, чтобы все узлы и места закрытия петель, чтобы все такие неприятные и некрасивые части у нас оставались над иголками. Сначала аккуратненько распределяем. Изнанкой к себе одну часть припосаживаем на иглу. От центра до начала прямой части. От центра до уголка. И вторую часть. От центра до уголка. Там, где у нас идет прямое полотно, берите полный петельный столбик. Надели полотно на иглы. Раз, два, три. Так, теперь мне остается 10 рядов. Но я буду делать провязку мехом, меховой пряжей, меховой нитью. А меховая нить у нас хорошо провязывает по изнаночной стороне. Поэтому если вы ничего не будете делать, если вы будете провязывать просто рабочей нитью, без особенностей, вы вязываете планку и оставляете все как есть. Я провязываю мехом. Мне нужно будет эту планку перевернуть, для того, чтобы изнанка стала лицом. Поэтому я сейчас срезаю полотно, разворачиваю его, провязываю мех и разворачиваю обратно. Таким образом у меня будет оформлена планка. Выдвигаю иглы, переворачиваю полотно. Кстати, могу прямо сейчас перевести каретку обратно, чтобы потом не ввести ее по надетому полотну. Выдвинули иглы. Количество петель у нас четко совпадает. Оно не может не совпасть. Не нужно ничего придумывать. Немножко спустили. На деле главное не давать полотну натягиваться. Надеваем все полотно и сейчас будем провязывать мех. Закончили. Берем мех и провязываю два ряда. Если у вас машина не вяжет, можете убрать половину петель и вязать через иглу. Ну, в конце концов, если мех очень мощный, такой толстый, у меня тоненькая основа, поэтому мех провязывает. Если у вас очень толстый мех, можете провязать вручную. Раз, два. Для того, чтобы мех не заминался, провяжу два ряда основной крючей. Потом можно будет вычислить этот мех и он будет очень хорошо смотреться. Раз, два, три, четыре. Семь рядов. Получила счетчик и забыла про него. Еще два ряда меха. Теперь смотрите. Если я сейчас провяжу два ряда разделения. И дальше довязываем до двадцать шестого ряда. Здесь, смотрите, 16 до двадцать шестого ряда. Я провязала несколько рядов по прямой. И теперь, если у вас машина с двумя игольницами, можно довязать до конца резиночкой. Несколько рядов резинкой для того, чтобы тянуть планку. Она очень такая, видите, объемная получилась. Нам нужна стяжка. Поэтому я перекидываю часть петель на переднюю игольницу и провяжу несколько рядов резиночкой. В принципе, можно так не делать. Но, если провязать резинкой, будет стяжка и будет смотреться получше. Аккуратнее. Провязываем ряд. Отлично провязалась. Оттягиваем полотно. Поднимаем иглу. Да, дольше, но зато точно провяжут. Два. Отправяем, чтобы ничего лишнего не поставили. Три. И таким образом провязываем до нужной длины. У меня это 26 рядов. Я провяжу 25. После чего мне, к сожалению, придется переворачивать полотно и надевать его на иглу, чтобы завершить сборку планочки. Провязывайте до нужной длины. Провязала, срезала полотно и переносим на основную игольницу изнанкой к себе. Вот с чего начали, тем и завершаем. Провязываем. Какое количество рядов смотрим. Когда мы заворачиваем подгиб, резинка уходит внутрь. Вот она сколько мне остается. Ну, пару рядов. Пару рядов провязываю и будем завершать подгиб. Провязали и осталось собрать планочку. Аккуратно достаем то, что мы провязали. Обратите внимание на протяжки. Вот они. И вот эти протяжки мы надеваем на иголки. Таким образом, все, что мы оставляли над иглами, попадает внутрь протяжки. Очень получается аккуратно и ровно. Ровно. Каждую протяжку надеваем на иголку. До конца ряда. Соединили и обычной косичкой закрыли. Не туго. Главное не туго. Чтобы не перетянуть край. Такое соединение можно было выполнять и по лицевой стороне. Достаточно симпатично это смотрелось бы, но я сделала по изнанке. Это, опять же, один из вариантов. На самом деле, вариантов оформления очень много. Выбирайте тот, который вам понятен, приятен, который вы знаете, либо который вам понравился в мастер-классе. Закрываем до конца. Провязали. Меховая отделка. Внизу резинка, которая стягивает достаточно хорошо полотно. Еще раз, если у вас нет возможности провязать резинку, вы можете либо поднять ее вручную, либо просто провязать планочку. Но, если вы будете вязать планку без стяжки, не делайте ее очень широкой, она может стоять просто параллельно лицу. Так вот оттопыриваясь. Все, что нам остается, это выполнить один шов. Соединяем шапочку. И можно наносить, получать удовольствие. Не забудьте заправить все хвостики внутрь планки. Планку лучше сшивать иглой в стык, чтобы не утолщать, чтобы не было изнутри некрасивого шва. Здесь любым удобным способом я буду соединять косичкой. И иглой стык в меховую часть. Получается готовая лаклава с меховой сторочкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...